Всем привет, друзья, с вами Синкер. И продолжаю проходить дебака. И что-то я даже не ожидал, что в дебике можно так сделать. Шел в дебинах задание к Трис и встретил Золтана. Золтан? Да! Гвинт? Собицы фолькаджи фолькаджи фолькаджи-то там. Ладно, пока. Спасибо за беседу. До свидания. Занимательная, крайне занимательная была беседа. А теперь мы бежим к Трис. Опять все люди прорисовываются. Херово. Надо этим заняться как-нибудь. Конфиги что-нибудь подкрутить, может быть. Так, и убежище. Мы идем сейчас. Пацан, ты чего? Что случилось? Они... Они... Эй, подожди! Ну, е-мое. Вон, седой! Взять его! А, ясно. Было такое уже когда-то. Иди сюда! Один есть. Эй, ну я же запарировал. Вот, все, да. Ой. Кажется, ты лишился руки. Ну ладно, я так сейчас снаряжение попродаю. А пацан, конечно, козел. Вроде чучело. А женщина за ним глазами так-то вон. Ладно. Вот пацан, а? Козел. Ладно. Трис. В этом убежище мы еще не были. Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. А может быть и надолго? Хи-хи-хи. Вообще, на самом верху. Интересно, интересно. Вот она. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Что-то телепортатор. Да, Геральт? Ты хотела мне что-то сказать? О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбуд. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбуд хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. А я тебе помогу. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Ты шутишь? Ты шутишь? Может, он и тебе велел прийти с красной розой? О цветах речи не было. Но если ты захочешь подарить мне букетик, я возражать не стану. Это рыбный рынок, Трис. Я могу купить тебе разве что треску пожирнее. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане, поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. А ведь охотников больше нет. Встретимся на месте. Ну как нет? Но их число резко сократилось. Дом покосившийся. Это, по-моему, тот кривой дом, который такой стоит, типа, боком. Ой, его. Он-то? Да, вот. Тут многие дома кривые. Ладно. Обижали. Страна, кстати, патч 1.04, а локализация там написана, что исправлено. Не хрена. Со слугой. С синим кафтанем, по-моему, и со связкой кафтанем. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Связка ключей явно не у всех, наверное. И ведь красиво поют. Лучше, чем в прошлом году. Ужасным было. Все по-моему, синим почти, мужики. А еще люди послушайте, о чем мы поем. Это уже песенки не от цветочек. Ага, вот он. Ну, вроде как. Да? Где бы купить дешевую форель? Не знаешь, где купить дешевую форель? Может, ты знаешь. Но не с вами я должен был встретиться с вами. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Ну, парень оказался порядочный. А побыстрее можно? Все как-то странно бегают, мужики тут, которые меня сопровождают. А, нет, пацан-то думал, он тоже будет семнадцать. Что это они, друг, и как прознали? Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка. Где госпожа Мереголь? Вот. Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий? Это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Да, я просто не ожидал, потому что госпожа Вегельбуд... Говори, в чем дело. Выкладываю уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вегельбуд. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовые стражи? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вегельбуд подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, и так, что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули Славичко охотникам. Похоже, Альберт должен исчезнуть. Похоже, Альберт должен исчезнуть, и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вегельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома. К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вегельбуд думает, что за всей прислугой следят. Это хорошая мысль. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о баллах Вегельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали сто разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десертами. А сахаренные лепестки голубых розы с Нозаирой нынче очень трудно достать. Как бы я хотела все это увидеть. Так увидишь? Я пойду с Трис. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только. Восемьдесят пять десертов. У тебя по-прежнему 22 дюймов в талии? Прекрати. Как мы попадем в лимение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. А я маску не зря купил. Хотя, может быть, и не ту. Может, сразу и отправимся? Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться. А самое главное, купить маски. Ты знаешь лавочку Элихаря? Я уверена, там есть все, что нужно для балла. Я там был как-то раз. Элихарь, приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Фак. Да, блядь, штаны. Ну, еп. Но маска для нас уже есть. Ну, маска для Трис. Покусаешь меня, Борчон? Ай-яй-яй, ай, покусаем, конечно. Так. Шофей размарин. Ладно, Элихарь, думаю, будет рад видеть нас. Но он предлагал как раз одежду. Да, ее как стелс-тоубица может быть. Каждый день и какого-то на Весеннюю. Элихарь. Приветствую. Пришел взглянуть на Весеннюю. Я бы взглянул. Разумеется, прошу. Так. Раньше маски лица не было, кстати. Сколько она стоила, я дожди, посмотрел. Элегантная маска для маскарада. У нас тоже есть маска, есть, да. Ну, это что, это прикол, он там, одно это стоит. Так, какой все дорогой, ее просветы. Так, какой все дорогой, ее просветы. Я думаю, так. Все деньги на это просрал. Ну, ладно, пусть будет. Я его потом, если что, куда-нибудь скинуть же можно. Ага, никуда его не заскинуть, только его на торреты искать. Какие башмаки, я на два туфли брать, ладно. Я думал, башмаки будет лучше, блять. Хорен с ним. Так. Сейчас, приемлемо еще более лучший вид. Ну, так уже лучше. Как мне не нравятся те боты какие, дебильные. Ладно. Пойдем к Крис. И пора на у нас скрыть. Да из тебя побрать. Господи. Пойдем. Он меня хугай. 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 Ты надо прям доставлять своими фразами. Вы шелки. Ты шелки. Опять наверх подниматься. Ну, е-мое. Ждал об ты меня уже тут. Опять этот седой. Целый день двери не закрываются. Да чего? Я в то же раз к вам зашел. Не более и неблагодарные. Недружелюбные какие-то они. Для чужаков. Ага. А вот и Трис. Ты прекрасна. Ну и ну. Я вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. Я перчатки не снял. У тебя уже все есть? Можем идти? Я купил мошки. Все готово. Можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дубле проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что? Идем? Надену маску волка. Это будет так символично. Как она выглядит-то? Я надеюсь, нормально. Ай, загрузочка-то какая долгая. Я думал, сейчас хоп, подел и пошли. Резиденция Вильгель Будов. Че-то нет никого. Приветствую уважаемых господ. Мои гости, госпожи Вильбуд. Ну еще куда-нибудь, нормально. Скажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вильгель Буд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Так я все снял. Ошибка? Это должна быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. Зараза. Желаю удачного вечера. Так. Да-да-да. Да ее плечатки не успел снять. Я ужасно давно не была за городом. Ну ладно. Пойдем. Так он мог. С этой тощей вертихвосткой. Ниной. Это не единственный мужчина на свете. ППС просил. Но он же баронет. 27 час. Эй, Вивиана. Не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Это ты что ли говоришь? Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную. Но пока этот барон Эдвард тебя... Как там его? Из канавы не выловил? Ты был обычный. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят. Чем меньше может, тем больше платит. Ты сам напросился. Ты сам напросился. Ну давай. Ну ёпт. Иди сюда. Я сейчас знак применю. Не беси меня. Ух ты, тварь. Ты еще можешь? Хоть и пьяны. Что-то случилось? 22 фуфт. Что я так просела? Ягра, ты чего? Слишком много народу? А ну пойдем. Я не мог не защитить Трис. Это вообще никак. Удивительная шкука. А что скулы сводят? А-а-а. Ну и набрался же он. Вот-вот. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Мереголь. Ну и ну. А я думал будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Трис. Трис, мы здесь по другому делу. Нет. Именно поэтому. Ну, Морец? К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Мерегольд, это все равно, что дать себя вести храму Маутенку. За Сим прощаюсь. Ну, и пошел нахер. Кто это был? Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Дефентель. Я потом тебе расскажу. Ну, хорошо. Игра-то. Что просел? Где я, походу? Давай посмотрим, что здесь. 22 фпс, давайте еле. С прошлым. Пойдем с кем-нибудь поговорим? У кого это? У меня одно. Ну, кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диманон освободил место у стола и уже должно быть не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар Декрот. Он может позволить тебе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Не-не-не-не. У меня нет желания. Ха-ха-ха-ха. Вы не любите выигрывать? Я не хочу Гвинт играть. Продолжение следует. Где этот попугай? Ого, сколько людей. О, они прорисовывают. Снова он на обед опоздал. 20 фс? Что такое-то? Причем так стабильно, они имена, прям залагают. Даже выглядит более-менее все нормально. Но меня оттуда не знают. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форери. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в угробном месте? Да, нет. Хотя в роликах все нормально. Хоть у людей это хрень еще. Благодарю, что вы согласились нам помочь. Срять. Что-то некоторые в ультром выкрутил. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете, как никому другому. Пойдем за Альбертом. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, и поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Как мы его узнаем? Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. Сейчас тогда я на секунду. Надо ФПС побольше сделать. Что-то нифига ФПС почти не меняется. Так что будем так. Что-то на высокий стажер, а еще куда-то вообще не меняется. Идемок, он просто не тянет. Так, нате Альберта Вигельбуды, он будет в маске пантеры. Что-то никого нет. Что-нибудь случилось? Он в пантере. Это вот что-то близкое к пантере, но это вообще левское. Какой-то тигр. Мне кажется, он тут по центру. Родовик ничем не лучше. Время истин. Ты должен быть рад за этой сетин. Я веду... Так, нет, вот мне нет нифига. Снова он на обед опоздал. Ох, это говорит 20 фпс. Что-то вспоминается на старых компьютерах. И тут... грохнет а ничего это он красивая маска красивая маска ты альберт? альберт видел бут? нет я так и подумал я черная пантера не похоже он набухался нас твоя мать прислала пантера и то есть вы ясно это все-таки он я не прогадал да когда мы можем покинуть имени а ну мама говорила что лучше подождать пока все напьются кроме того позже будут фейерверки это отвлечет внимание когда начнутся фейерверки я выберусь в сад встретимся в лабиринте мы будем ждать тебя там хорошо но сперва попробуйте этого розового фейерверка непременно да спасибо надеюсь альберт не забудет зачем они устроили прием может подождем саду я присмотрела там такой милый угол определенно нам стоит разъездить прием это уже кто-то говорил что это разум второй меч а тут и нет никого как приятно снять маску хотя бы на минуту отсюда отличный вид и даже вино есть я страшно давно не выходила в свет нет правда это замечательная перемена после новоградских точечных каналов таком случае самое время спросить до этого чародея которого мы встретили ты про морица что ты хочешь узнать мне показалось он тебя не любит мне показалось ты ему не нравишься я думаю он с удовольствием мой вы командовал но подчиняться но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из новограда иногда я и правда не знаю как я умудрилась собрать их всех вместе у тебя просто то есть харизма все просто у есть харизма и правда так думаешь ну да и оглянуться не успеешь как тебя будут называть железный меригольд ты могла бы даже носить повязку на одном глазу а я-то решила что ты серьезно конечно и серьезно смотри я совершенно серьезен кто-то идет это альберт нет просто какой-то заблудившийся гость наверное ищет подружку ты нахерачивать как той эльфской сказки про лягушку и трясогуску инху инху бег бро тихо-тихо лягушонок тихо пойдем отсюда как успел попиться надеюсь что гости не напьются так быстро как я чем быстрее мы отсюда уберемся тем лучше нет я сперва смотрю это ты знаменитый лабиринт говорят у них там скульптуры совсем 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 что совсем голые пойдем геральт рис подожди герой ты идешь естественно должен быть побольше ни хрена подожди не удирает меня геральт ты идешь вот там кто-то уже есть сейчас как раз салют начнется осторожно да поцеловать собственно и задумалась сразу господа меригорт наконец-то мне жаль что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах хорошо сказано но мы непременно это наверстаем потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы никто за тобой не следил? кажется нет на всякий случай поменяйтесь масками окей мы пойдем вперед геральт сразу за нами ханюшни нас ждут оседланные хони хорошо там и встретимся маску тоже надела вот собственно что я и хотел 4 часа 20 минут 25 минут альберт ты прячешься? альберт вот ты где любимый ну ее вот ты где так вот относительно закрытого показа при других обстоятельствах я бы показал тебе все ой прошу прощения я а доктор ооо вот на нас собственно и нападают альберт вегельбу барышня отойдите в сторону пожалуйста а вы молодой барин без фокусов а то еще синяков себе наделаете это вряд ли это точно я тебе почки в кисель отобью а ну навали а ну навали ух иди ух ох ты ж ёпт так это опасно соберю пидор су ты пидор плохо что у нас мечи забрали что-то меня походу еще накидают иди сюда ты слишком медленный это я-то слишком медленный ёпта что-то опасно я не могу съесть странно чёрт не туда чёрт не туда слева его я тебе хвости переломаю так сейчас я долго бегу в себя да ёпт не стой еще не хватило не стой еще не хватило еще не хватило как вы больно бьете так 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 один есть ух 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 и ух 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 доступно. Ай, ни хрена. Навалим. ФП, кстати, побольше стало. Это радует. А, ну они тут в порядке. В конюшнях вроде как. Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? Замечательно. Так куда мы едем? Ты? Никуда. То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Точно. Госпожа Мерегольд. Нам пора. Берегите себя. Ладно. Там какие-то штаны подобрал. Найти корабль. Не, мини это надо. Рюкзачок. Что за штаны я взял? Рюкзачок. Плюс за 4 броня. А, ну это относительно этих. Так, у нас эспект поломанный вам. Так, сапоги. Штанцы. Я так полагаю, штаны, которые я подобрал, получше будут. Да. Хотя выглядит абсолютно так же. Какое это, дети? С собой. Жаль, тут нигде складировать нельзя ничего. Так, ну что такое? Воронную камень расположите в пустой. Так он ничего не прибавляет. Сранно это. Ладно. Я так и буду в маске. А, она у нас типа как предмет. Я бы походил. Надо поменять это зелье. На ласточку. Нашу любимую. Так, теперь куда? Сокровища у нас есть. Охота за младшим. Распутывая клубок. Все это ясно. Банда Новиграда. Так, сокровища. Я хотел бы завершить это задание уже наконец. Так, мы далековато. От Новиграда, я так понимаю. Вот, сюда кстати до Эксинфурта недалеко совсем. Так, ладно, вот тут как раз у нас есть точка перемещения. И там рядом торговец есть. Вообще замечательно. Полетели. Так, мы здесь. Где-то торговец. А это банки Валли. А кузнец уже не работает. Давайте подождем до утра. Потому что надо продаться. Эльская кровь, а? Мечи? Да. Покажи мне сапог. Покажи товар. Потому что я на эту хрень грудил, сука бабула. А зачем сапоги подала? Не по-моему хорошие. Ладно. Штаны. Эти я пожалуй не продаю. Хотя вот ботинки какие-то ужасные совсем. Продать. 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 Да. Как ты дешево это берешь. Ё-моё. Вот это подороже. Портному надо было все-таки. И ботинки тоже продать им уже. Обратно. Ух ты у него какой-то меч есть. А это наверное мой. Да. Это мы продавали. Блин. Не знаю. Может эту броню нацепить. Будь здоров. Она выглядит классно. Прям. Прям чтобы классно покруче. Так. Вот у этого просто и на 7 брони побольше. Сопротивление против разных ударов. Но пока похожу в этом. Религиозный экстремизм да добра. Просто реально по виду больше нравится. Так. Ладно. Не крутись тут. Намного поговорить с присцилой. Убийща. Откладывай назад. Убийща. Хотя с ухов. Сейчас я хоть не тут опять сбегаю. Посмотрю что он кует. Посмотрим что там с броней можно сделать. Сейчас вернусь. Сейчас вернусь. И так продолжаем. Я сковал много броню. Видите. Этих она у меня. Потому что она абсолютно такая же. Но. Я вам покажу что мы отличаем. Вот она та которая была у меня. Я сковал броню. Которая 30. Ну а 37 брони больше. Собственно я в ней и похожу пожалуй. Это все я продам. Да. Мечи вы. Да да да. Покажи мне свой этап. Если что я там захоронился. Продать. А вот это продать избегаю другому пацану. Будь здоров. Поехали. Сохранимся еще раз. Подозрительно ты выглядишь. Угу. Потом то продам тоже. Поехали. А хотя сейчас этим и займемся наверное. Сейчас я вернусь как раз. Прибегу к этому. Пошивчику. Фуфу. Короче этот хер взял пацане такой же. Что предлагали кузнецы. Так что я зря обиду. Ииииииии. Короче продолжим уже в следующей серии. Отправляемся с этими богатствами. Надеюсь вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. и пока